Что за княжна была с Разиным и зачем он её бросил за борт? История о том, как бунтовщик Стенька Разин бросил за борт княжну, стала очень популярной в нашей культуре. Девушка была красивой и очень доброй и отзывчивой, чем завоевала симпатию всех разбойников. Давайте разбираться, кто же она такая и зачем Степан Разин бросил её таким жестоким образом. Ей посвящали стихи, а романс на слова Дмитрия Садовникова стал народным. Если у вас включён звук, можете послушать этот романс в исполнении Фёдора Шаляпина. Однако исторически этот момент всё ещё остаётся для многих загадкой. Давайте разберём, кем же была эта княжна и почему её бросили за борт. Откуда взялась княжна на борту и кем она была? Княжна оказалась в плену у Разина во время одного из набегов на побережье Каспийского моря. Это была дочь персидского полководца Мамедхана. История с Мамедханом весьма примечательна, поэтому остановлюсь на ней немного подробнее. В Каспийском море у армии Степана Разина был бой с флотом Мамедхана. Разбойники грабили владения Ирана, и чтобы их остановить, вышел крупный флот. У персов было большое преимущество – 4000 бойцов против 1200 у Разина. И 70 кораблей против 30 русских стругов. При этом каждый корабль персов был крупнее и лучше оснащен. У персов было огромное преимущество в пушках. Произошел бой у Свиного острова, где разбойники устроили лагерь. Казаки устроили обманный маневр, якобы хотят уплыть в открытое море. А потом контратаковали флагманский корабль, точным попаданием взорвали пороховой склад. Основной урон армии противника нанесли из ружей. Удивительно, но разбойники в меньшинстве разгромили хорошо вооруженную регулярную армию персов. Спаслось только три корабля из 70, а русские обзавелись еще и мощным арсеналом из пушек. Любопытно, что сражение бунтовщиков стало крупнейшей русской морской победой в XVII веке. Мамитхан сумел удрать, но в плен попали его дочь и сын. Зачем он взял своих детей в поход, остается загадкой. Вероятнее всего, считал операцию легкой прогулкой. Юношу Стенькоразин подарил князю Прозоровскому. Девушкой стала той самой персидской княжной из песни. Княжна стала любовницей Разина, испугавшись жестоких разбойников. Зачем Степан Разин бросил княжну за борт? А эта история действительно грустная. Хочется добавить, вот до чего доводит людей пьянство. Девушка всем очень нравилась. Она была красивой и приветливой. Дружелюбно общалась с командой. Разбойники в ней души не чаяли. Что это не легенда, подтвердили современники Стеньки Разина. Рассказав про эту историю в подробностях. Парусный голландский мастер Ян Стрюйс посчитал, что это просто поступок пьяного и буйного Стеньки, когда он в очередной раз принял на грудь. Кроме Яна, об истории упоминали и другие коллеги Стеньки Разина. Однако в их историях больше путаницы. Некоторые отмечают, что это была не персидская княжна, а татарка или знатная азербайджанка. Схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканные золотом и серебром. И она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева, писал Ян Стрюйс. Таким образом Стенька Разин исполнил языческий обычай, отдарившись богу реки, который много, по его мнению, помогал разбойникам. И он отдал ему самое ценное, что у него было. Впрочем, особого рвения к исполнению языческих обрядов у трезвого Степана Разина замечено не было. Впрочем, у разбойников этот случай был не единственный. И дело тут не столько в язычестве, сколько в суровом разбойничьем прагматизме. Женщины замедляли грабителей в походе. Поэтому от них, поигравшись, избавлялись как от лишнего груза. А ритуальность своим действиям добавляли, чтобы совесть не мучила. Сам же Степан Разин строго запрещал своим бойцам заводить женщин и брать их с собой на борт. Сам устоять не смог и совершил злодейство, чтобы никто не упрекнул его в слабости.